Здравствуйте! Меня зовут Роман Шаповал и я представляю Украинскую Федерацию йоги в Днепре. Мы считаем, что сейчас особенно актуально заниматься йогой. Во-первых, потому что регулярная практика йоги делает человека энергетичнее и здоровее и положительно влияет на иммунитет. Люди, которые регулярно занимаются йогой, чувствуют себя лучше, заболевают реже, а даже если случается заболеть, выздоравливают быстрее и легче. Во-вторых, практика йоги делает человека эмоционально стабильным, позволяет не вовлекаться в негативные эмоции и видеть в жизни положительные стороны. Кроме того, сейчас у многих образ жизни стал менее подвижен, чем был ранее и просто необходимо что-то делать, чтобы не давать телу растекаться по дивану и разгружать спину для тех, кто работает на удаленке. И в конце концов, то время, которое сейчас освободилось, можно и нужно использовать для заботы о своем здоровье. Выровнять осанку, скорректировать работу суставов и позвоночника. В конце концов, эта эпидемия пройдет, а ваше здоровье останется и тело будет вам благодарно. Итак, начнем занятие. Потянулись руками вверх, вытянулись хорошо-хорошо и сделали несколько полных глубоких дыханий. Потянулись вниз. Это падаха астасана и она прекрасно разгружает спину, дотягиваясь задний срединный канал. Поставили руки перед собой и сделали широкий шаг назад. Тазом потянулись вниз, а грудью вперед и вверх. Должен ощущаться прогиб от подбородка до пальцев задней ноги. Скручиваем корпус и здесь очень важно потянуться рукой вверх, а плечевой пояс провернуть как можно больше. Потянулись к передней ноге. Не у всех, конечно, такая замечательная гибкость, но каждый может делать настолько, насколько у него получается. Это знаменитая поза кошки или ее часто называют поза собаки мордой вниз. Тазом здесь нужно подниматься вверх, а пятками и грудью к полу. И симметричная поза на другую сторону. Тазом вниз, а грудью и подбородком вперед и вверх. Скручиваем плечевой пояс и дотягиваемся рукой вверх, тазом вниз. Старайтесь в каждой асане делать несколько полных глубоких дыханий. Потянулись макушечкой вниз, дотянулись к ровной ноге. Эту позу в русском языке мы бы назвали упор. Здесь должны быть напряжены мышцы брюшного пресса. Прокатились грудью по полу и перешли в позу собаки мордой вверх. В ней очень важно собрать лопатки и потянуться на плечах вверх. Грудина прогибается вперед и подбородком потянулись вперед и вверх. Дотянулись тазом назад. В этой позе можно прекрасно расслабить спину. А пальцами рук потянулись вперед. Натяжение должно быть от пальцев рук до таза. В этой асане прекрасно дотягивается грудной отдел позвоночника. Поэтому подбородком вы тянетесь вперед, а руками в стороны от себя. И несколько полных глубоких дыханий, так чтобы вы почувствовали, как прогибается грудина. И перешли в ваджрасану. Выровняли дыхание, сделали его ровным и глубоким. Этот комплекс хорошо делают с утра, так чтобы весь день вы чувствовали себя бодрым и здоровым. Дорогие друзья, занимайтесь йогой, практикуйтесь регулярно и будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok